А у нас на очереди село Ново, это еврейская автономная область, и там работает наш корреспондент Дарья Григорова. Здравствуйте! Новая приветствует Москву, это еврейская автономная область, и отметку, которую вы сейчас видите, это дата максимального уровня воды, который был здесь. Это 10,5 метров, очень много выше человеческого роста, даже на самой высокой точке села. Как только дамбу Ново прорвало, людей не то что затопило, село было полностью оторвано от остального мира, и люди прятались здесь, на втором этаже в Доме культуры. Здесь же их обеспечивали всем необходимым, подвозили воду, продукты, также люди здесь прямо на лодках голосовали. Вот теперь с наступлением весны Дом культуры отремонтировали, новое тоже восстанавливают. И сегодня с нами собрались те, кто пережил эту стихию. Я предлагаю дать слово местным жителям, и сегодня с нами Галина Юрьевна Алехина. Галина Юрьевна пережила все наводнение здесь, вместе со своей большой семьей, это четверо детей и шесть внуков, и умудрялась в такой ситуации не только помогать своей семье, но и помогать многочисленным односельчанам. Итак, Галина Юрьевна, задавайте свой вопрос. Я сначала хочу поблагодарить всех жителей России за помощь, оказанную всем нам пострадавшим. Огромное спасибо всем, кто не остался, вернее, равнодушным к нашей беде. А мой вопрос по дамбам. Дело в том, что те дамбы, которые сейчас у нас восстанавливают, они не отвечают требованиям. Их нужно возводить выше. Наводнение 2013 года это показало. Все ремонтируемые дома, построенные дома, если не будут сделаны дамбы, все это пойдет опять на смарку. Будет вложено очень много денег, но помощи, если не будет дамбы, не будет толку никакого. Будет ли государственная программа по возведению дамб вокруг наших населенных пунктов, чтобы люди уже не страдали и не переживали, не попали опять в такую же ситуацию, как было это осенью 2013 года? Ну, конечно, я только что об этом говорил. Вот те средства, которые предусмотрены государством на восстановление инфраструктуры и на обеспечение безопасности проживающих, они направлены должны быть в том числе и на строительство дамб. Я так понял, что дамбы у вас строятся. Вы считаете только, что они ниже того уровня, который необходим для обеспечения безопасности. Мы изначально исходили из того, что жилье будет восстанавливаться вообще на безопасных участках, на более высоких участках, на неподтопляемых участках, но там, где это невозможно, там должны быть возведены дамбы. Я посмотрю обязательно, сейчас наверняка не могу сказать, что там происходит, и достаточно ли такого уровня дамбы, о котором вы сказали, или она должна быть выше. Мы обязательно проведем дополнительную экспертизу и, если нужно, внесем коррективы. Спасибо большое. Пожалуйста, еще один вопрос из вашего села. Мы провели здесь несколько дней, и, разумеется, большинство здесь волнует не только вопрос восстановления, но и вопрос развития села. Стихия, смывшая у многих все, что было, стала дополнительным поводом подумать о том, стоит ли здесь возвращаться. И вот с нами сегодня здесь должен быть Владимир Батарин. Вот Владимир, мы с ним знакомы здесь еще с наводнения в августе. И Владимир, несмотря ни на то, что он пережил здесь, не собирается уезжать из родного села. Владимир, какой у вас вопрос? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир Николаевич. Фамилия Батарин. Я живу в соседнем селе. Село было подтоплено больше, чем наполовину. В домах, в которых была вода, нам заплатили компенсацию. Обеспечили углем, дровами, овощами, картофелем. Были другие воды помощи, за что большое спасибо. Но возникает другой вопрос. Из села стали уезжать люди. Особенно стали уезжать после палатка. Уезжают не только из моего села, уезжают из соседних сел. А это не просто села. Это села, которые стоят вдоль границы. Уезжает молодежь. У меня вопрос. Будет ли разработана какая-то программа по развитию приграничных сел Преамурья. Я подчеркиваю, именно приграничных сел Преамурья, которые не войдут в зону опережающего развития. Моему силу, в котором я живу, Владимир Владимирович. Чтобы не возникало больше вопросов с подтоплением, нужна дамба. Надо построить дамбу. И еще. Существует ли какой-нибудь прогноз по состоянию паводка на Амуре на июль, август и сентябрь этого года? Благодарю. По поводу того, что люди уезжают, есть определенный отток молодежи. Я думаю, что связано это еще и с тем, что в соответствии с принятым решением, люди имеют право либо получить компенсацию денежную на восстановление строительства дома, либо получить дом в натуре. Но и часть людей, я так думаю, принимают решение, получив компенсацию, приобрести это жилье в других регионах. Они имеют на это право, мы не можем здесь их ограничивать. Но вы правы абсолютно, и я вашу тревогу понимаю и чувствую ее. Речь идет о приграничных селах. Об этом нужно подумать в рамках программы развития Дальнего Востока, отдельно уделить внимание именно этой проблеме. Я обязательно обращу на это тех людей, которые этим занимаются. И по поводу дамбы, я выясню обязательно, планируется, не планируется, я этого, к сожалению, сейчас не могу вам сказать. Но обязательно посмотрим, что планируется с точки зрения развития инфраструктуры и защиты населенных пунктов. По прогнозам, в соответствии с имеющимися планами, должны быть серьезно расширены посты наблюдения, метеорологические станции и службы наблюдения за развитием ситуации и прогнозами погоды. Должен сказать откровенно, пока я не вижу, что все намеченные нами планы в этом отношении выполняются в полном объеме. Этому должно быть уделено больше внимания. Посмотрим на это обязательно, самым внимательным образом. И надеюсь, что соответствующие подразделения правительственные будут оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Сейчас давайте дадим слово нашим центрам по обработке сообщений. Татьяна, вы первая. Спасибо, Маша. Наш центр обработки сообщений работает уже целую неделю. За это время мы получили 2 миллиона 200 тысяч звонков, более 400 тысяч смс, около 200 тысяч писем на сайт и за 7,5 тысяч перевалило количество видеовопросов. И я хочу сказать, что в настоящий момент мы получаем 91 видеообращение в минуту. И еще одна интересная деталь. Очень активно стал нам звонить Краснодарский край. Я предполагаю, что это потому, что увидели в студии губернатора Александра Ткачева. Возможно. Напоминаю, что в этом году мы вместе с вами ведем общественное рейтингование темы вопросов, поступающих Владимиру Путину в режиме онлайн. На нашем сайте вы можете проголосовать за понравившиеся вам вопросы и таким образом определить актуальность той или иной темы. В настоящий момент рейтинг тем, сформированных на основе народного голосования, выглядит следующим образом. На первом месте, естественно, Крым и Украина вне конкуренции. Далее тема социального обеспечения, ЖКХ, дороги и здравоохранение. Такая картина. Спасибо. Анна, скажите, а какие темы в лидерах рейтинга по видеовопросам? Ну, у нас в видеоцентре аналогичная история. Лидирует Крым и события в восточных регионах Украины. На втором месте ЖКХ. Третью строчку в нашем рейтинге занимают проблемы социального обеспечения и защиты. И вот как раз из этой категории наш следующий вопрос, который мы никак не могли оставить без внимания. Владимир Владимирович, к вам обращается Амельгильды Ахметов из Омска, который около 20 лет назад попал в автокатастрофу и получил тяжелую травму. Внимание на экран. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я обращаюсь на один такой вопрос. Сам я инвалид Каящик с 95-го года. Стал научить получение железа в 98-м году. И вот до сих пор никаких продвижек. Не помыться по-человечески. Зимой замерзаю частный дом. Помогите, пожалуйста. Одна надежда на вас. Вы знаете, это даже и слушать достаточно тяжело. Но то, что касается конкретного случая, безусловно, мы отреагируем и поможем. Я вот что хотел бы сказать в более широком плане. Обеспечение жильем инвалидов-колясочников – это компетенция и обязанности региональных властей. В каких-то регионах эта проблема решается и решается такими средствами, что это людям заметно. А в каких-то регионах, к сожалению, процесс движется очень медленно или не движется вообще, как, например, в вашем случае. Еще раз хочу сказать, мы обязательно отреагируем на этот конкретный случай. Но в целом нам еще очень многое нужно сделать для того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя действительно людьми в современном мире, в современном обществе. Шаги первые мы на этот счет делаем. У нас в бюджете заложена немалая сумма на так называемую безбарьерную среду. Это где-то 35 или 34,5 примерно миллиарда рублей ежегодно в течение пяти лет. Но это немножко другая тема безбарьерная среда – это создание соответствующей среды в населенных пунктах. Повторяю, жилищная проблема, она стоит тоже остро, находится на уровне регионов. И, наверное, нужно подумать о том, как регионам помочь для того, чтобы они могли более эффективно решать эти вопросы. А конкретно этот случай мы, конечно, рассмотрим отдельно. Мы услышали статистику, которая ведется в Центре обработки сообщений. Давайте примем живой звонок. Татьяна, пожалуйста. Да, спасибо, Кирилл. Очень много людей, звонящих нам в Центр обработки, возмущены растущими тарифами на услуги ЖКХ. Один из таких звонков у нас сейчас как раз на линии, мне подсказывают редакторы. На связи с нами Челябинск и Светлана Алексеевна Щербакова. Светлана Алексеевна, добрый день, ваш вопрос. Здравствуйте. За Крым, конечно, спасибо. Но почему вы проводите антинародную внутреннюю политику в сфере ЖКХ? Принусдая без того нищий народ оплачивать не только свои личные коммунальные услуги, но и платить за общедомовые счетчики, за общедомовые нужды, повышая таким образом оплату почти на 50% и ухудшая жизнь народа. Надеюсь, что вы не хотите, чтобы мы все перемерли от голода. Значит, по поводу ЖКХ. ЖКХ одна из наиболее острых, текущих и затрагивающих практически каждую российскую семью проблем. И проблемы накапливались там давно, в течение многих и многих десятилетий. Здесь и аварийное жилье, и расселение этого жилья аварийного, и ветхое жилье, и сама по сути проблема ЖКХ. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но вот то, что я услышал, это наводит на определенные опять нерадостные размышления. Вы сейчас сказали о общих счетчиках, которые увеличивают плату более чем на 50% для конкретного потребителя. Это абсолютно недопустимая вещь. Надо вот с этим, там у нас остались какие-нибудь данные, вот женщина, которая звонила, надо с этим отдельно разбираться. Почему? Я сейчас об этом скажу. Потому что это уже стало общей практикой так называемых управляющих компаний. Когда расходы самой управляющей компании, она, эта компания, старается перевесить на граждан, проживающих в том или ином доме, через систему общих расходов. Там одна лампочка висит где-нибудь в подъезде, несчастная, но оказывается, что она потребляет больше электроэнергии, чем весь дом. А это о чем говорит? Это говорит о том, что сама управляющая компания неэффективно управляет или, наоборот, еще даже подворовывает средства у граждан и вешивает эти расходы и все, что она хочет туда записать. Вот на эти общие счетчики. И это требует особой дополнительной проверки. И мы обязательно эту проверку проведем. Что же касается системы в целом, то хотел бы сказать о следующем. Для того, чтобы избежать роста тарифов, а они должны, эти тарифы, безусловно, сдерживаться местными властями, принято решение, в конце прошлого года принят закон, согласно которому этот верхний тариф определяет субъект Российской Федерации, планку верхнего тарифа. А государство должно, правительство точнее, должно представить и предложить способ этих расчетов и определить верхний, так называемый, совокупный платеж. В принципе, правительство должно было это сделать до 1 апреля текущего года. По-моему, еще не сделало. Обращаю на это внимание соответствующего ведомства правительственного и очень рассчитываю, что это будет сделано в самое ближайшее время. И, кроме того, принято решение о том, что управляющие компании для того, чтобы работать, должны будут получить лицензию. Это выдача этих лицензий начнется уже в этом году, а в середину следующего года без лицензии такие управляющие компании вообще работать не будут. Гости нашей студии давно не имели возможности задать свой вопрос президенту. Оля, пожалуйста. Да, спасибо, Кирилл. Я бы хотела предоставить слово Евгению Петровичу Артиху, представителю общественной организации «Опора России» и депутату законодательного собрания Свердловской области. Прошу ваш вопрос. Добрый день, Владимир Владимирович. Вот у меня такой вопрос. Россия является участником многих международных организаций. И вот сегодня на фоне ситуации вокруг Украины, по поводу Крыма, ну нам не просто пальчиком грозят, а призывают Россию исключить из ряда организаций. Мы знаем, что ПАСЭ вообще лишил на нас права голоса до конца года. Как будто мы какие-то бедные родственники или Христа ради находимся в этих организациях, как будто бы Россия не платит членские взносы за членство в этих организациях. И в этой связи у меня вопрос. Вот как вы считаете лично, может быть нам следует посмотреть по-новому на наше участие в этих организациях, может быть пересмотреть, может быть даже где-то инициативно приостановить или может быть даже выйти. Я не наставил на этом, но вот я предлагаю на эту тему подумать и ваше мнение хотел спросить. И в этой связи мы посмотрим, а кто еще от этого выиграет. Вы знаете, международный мир развивается очень интенсивно. И если, я уже об этом говорил, кто-то хотел его сделать однополярным и подстроить под себя все международные организации, то это вряд ли удастся сделать. Вместе с тем мы частенько сталкиваемся с непониманием нашей позиции, а подчас даже с нежеланием ее понять. И мы уже сегодня тоже об этом говорили. Мы не будем настаивать на пребывание в некоторых международных структурах, особенно если они не в состоянии проявить самостоятельность и формулировать свою собственную точку зрения на ключевые вопросы международного развития. Но специально каких-то демаршей совершать тоже не будем. Будем спокойно, ритмично работать. Что касается ПАСЭ, то мы платим туда взносы, взносы немаленькие, но не хотят они нас видеть, и от нас не убудят. Но в целом самоизоляцией заниматься тоже не намерено. Владимир Владимирович, в продолжении вопроса о последствиях от присоединения Крыма, вопрос про санкции. Дело в том, что они коснулись представителей крупного бизнеса, таких как Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и братья Ротенберги. Многих из них связывают с вами, говорят, что все эти люди входят в ваш ближний круг, и они обязаны своим богатством, знакомству с вами. Теперь получается, что и санкциям в отношении этих людей тоже обязаны в известном смысле знакомству с вами. Как вам кажется, нет такого ощущения, что главный объект санкции – это вы? – Наверное, такая попытка предпринимается сделать меня главным объектом санкций. Но что касается этих людей, да, это мои хорошие знакомые, друзья. Они зарабатывали свои капиталы, некоторые из них еще до того, как мы были знакомы. Например, господин Тимченко, он бизнесом занимался с начала 90-х годов. Ну, по-моему, предыстория хорошо известна. Они, конечно, если посерьезно говорить, абсолютно никакого отношения к Крыму не имеют, ну, просто никакого. А вот жена Геннадия Николаевича Чимченко сделала операцию и не могла даже заплатить за операцию, потому что ей заблокировали счеты и карточки. Ну, это, конечно, просто нарушение прав человека на самом деле, и ничего общего со здравым смыслом не имеет. Но, должен вам сказать, что мне не стыдно за моих друзей. И, скажем, события в Крыму, они, так же, как уверен, очень многие граждане России узнали об этом из телевидения, с экранов телевидения, но встречали со слезами на глазах в прямом смысле этого слова. Если их за это наказывают, ну, тогда их есть за что наказать. СМС из Саратовской области. Джбраилов Али. Почему цена на зерно падает, а хлеб растет? Тоже вопрос не из-за легких, но реалии они таковы. Действительно, цена на зерно несколько упала. Что касается цен на хлеб, то они действительно немного подросли, но не сильно. Я это знаю, потому что хлеб, это, знаете, все, это основа всего, поэтому мы такие люди, как я, члены правительства, должны это знать. Она подросла на 1,3%. В целом инфляция, то есть рост цен составил у нас 2,8% на самые последние сведения Центрального банка, 2,8% и рост на хлеб 1,3%. Как видите, незначительный. Но в цене хлеба стоимость зерна – это всего 30%. Все остальное – это электроэнергетика, транспорт и другие составляющие. В том числе и это связано с импортом. Вообще у нас в этом году планируется инфляция 6-6,5%. Надеюсь, что Центральному банку и правительству удастся удержаться в этих параметрах. Но что меня настораживает, это то, что в структуре роста этих цен, в структуре вот этих 2,8% там все неоднородно. В первом квартале этого года очень сильно скалкнули цены на плодовощную продукцию. Овощи выросли почти на 18%, 17,9%. А вот в структуре овощей там есть некоторые вещи, знаете, так можно смешно об этом говорить, но это для людей чувствительно. Такие вещи, как лук, как капуста, они выросли там на 25-30, на 50 с лишним процентов. Это связано и с тем, что рубль просел. Это связано с удорожением импортной продукции, потому что в это время года мы очень много продуктов заводим по импорту. Но, повторяю еще раз, очень рассчитываю на то, что в целом правительству и Центральному банку удастся сдержать рост цен и остаться в намеченном коридоре роста 6-6,5%. Получается, что сельское хозяйство становится поважнее пушек и самолетов. И вопрос, особенно в свете угроз со стороны Запада о санкциях, вопрос национальной продовольственной безопасности. Это вопрос номер один. Как бы я не любил армию, должен признать, что сельское хозяйство всегда было важнее, чем пушки. Потому что без этого вообще никуда. Хлеб, как у нас хлеборобы говорят, всему голова. Поэтому мы как уделяли, так и будем уделять должное внимание развитию сельского хозяйства. У нас в прошлом, в 2011 году, в 2011 году рост был сельского хозяйства очень значительный, 23%. В прошлом году был тоже рост, но гораздо более скромный. В текущем году у нас в бюджете предусмотрены субсидии и деньги на поддержку сельского хозяйства в значительных величинах. Это 170 миллиардов рублей. Будем внимательно следить за реальными, за тем, что происходит в реальной практике, в ежедневной практике. И, надеюсь, правительство будет своевременно на это реагировать. Хотя я знаю настроение сельхозпроизводителей, которые считают, что правительство запаздывает подчас и с субсидиями, и с другими мерами поддержки. Что введенная система поддержки на гектар, она нуждается в совершенствовании. Все это известно. Будем внимательно за этим наблюдать и реагировать. Спасибо. Владимир Иванович, ну хлеб всему голова, но деньги Россия получает за счет экспорта энергоресурсов, газа, нефтепродуктов. И у нас много вопросов на эту тему. Почему Россия помогает Украине, не отключает газ странам-должникам, а вот своим гражданам за неуплату могут зимой за долг в 3 тысячи рублей отключить газ? Почему россиянам за неуплату газ отрезают, а Украине? Таких вопросов очень много. Я думаю, что, конечно, платежная дисциплина должна быть неотъемлемой чертой нашей экономической деятельности. Вот в Украине совсем недавно собирали с потребителей где-то 30-35%, сегодня собирают уже меньше 20%. Это подрывает всю экономику, всю энергетику страны, всю коммунальную сферу страны, просто разрушает ее окончательно. Но при всем при том, даже при необходимости соблюдения платежной дисциплины, надо всегда исходить из конкретной ситуации. Я очень надеюсь, что не будет никаких крайних проявлений с этими отключениями. И всегда нужно смотреть, что там происходит и в каком состоянии семья находится. Что касается Украины, то она, воспользуясь вашим вопросом, мы заключили контракт в 2010 году, в 2009 году. И до сих пор Украина реально со сбоями, но все-таки платила. И формула цены, по которой мы рассчитывали то, что Украина должна платить за российский газ, она как была заложена при подписании этого контракта в 2009 году с участием премьер-министра Тимошенко и ее тогдашнего министра экономики, господина с говорящей фамилией Продан, и он сегодня министр энергетики. Так эта формула цены не менялась совсем с тех пор, ни разу. Но что мы сделали? Мы в 2010 году подписали так называемые Харьковские соглашения о продлении пребывания российского флота в Крыму, в Севастополе. Обращаю ваше внимание на то, что Россия и так регулярно, ежегодно платила около 90 миллионов долларов, 95, по-моему, и 97 миллионов долларов за пребывание нашего флота в Крыму. А кроме этого, исключительно с целью поддержать экономику Украины, мы договорились о том, что российское правительство понизит или уберет вывозную таможенную пошлину на газ в Украину. И это снижение вывозной таможенной пошлины привело к тому, что окончательная стоимость российского газа понизилась на 100 долларов с 1000 кубов. И, в принципе, мы должны были бы начать платить с 2017 года, то есть убрать эту пошлину, с 2017 года, потому что до 2017 года действовал договор на пребывание нашего флота в Крыму. Но мы начали платить сразу же после заключения этого соглашения в 2010 году. То есть начали платить как бы в опережающем порядке, вперёд. Платили текущие по 100 миллионов, да ещё начали платить вперёд с 2017 года. Значит, 11, 12, 13 и 14. За эти 4 года, то есть, по сути, за 18, 19, 20 и 21 годы, мы заплатили уже 11,4 миллиарда долларов США. 11 миллиардов 400 миллионов долларов. Конечно, теперь возникает вопрос, где эти деньги? То есть событие ещё не наступило, договор по флоту ещё действует, а мы уже начали платить, как будто он закончился. Это первое. Теперь, конечно, мы вот этот инструмент понижения цены, мы его ликвидировали и денонсировали Харьковские соглашения. Далее. В прошлом году мы, отвечая на настойчивые просьбы наших украинских партнёров, сделали ещё шаг. Дали 3 миллиарда кредит и понизили ещё цену на газ до 268,5 долларов за тысячи кубов. В расчёте на то и по договорённости о том, что они нам выплатят накопленный долг за прошлый год, это примерно 1,5 миллиарда долларов, и будут регулярно платить текущие платежи по пониженной цене. Что произошло сейчас? Если в январе ещё, а если, кстати, договорить, что если не будут платить, то мы возвращаемся к прежним ценовым показателям. Что произошло? В январе заплатили, немножко сократили долг. В январе заплатили целиком, в феврале уже заплатили меньше половины, а в марте новое уже правительство Украины не заплатило вообще ничего. Из 525 миллиардов, 525 миллионов долларов заплатили ничего, ноль, ни одного доллара, ни одного рубля. Естественно, в соответствии с имеющимися договорённостями, если они не платят текущих платежей, «Газпром» перешёл к прежнему ценообразованию. Зачем нам фиксировать нарастающий долг по низкой цене, когда мы можем зафиксировать его по настоящей, по контрактной цене? Вот в чём проблема. Прежде всего, наоборот, 485 долларов. Да, сейчас будет 485. Значит, мы о чём говорим? Мы слышим, что в России какие-то в отношении Украины особые подходы, и это политическая цена. Это та цена, которую вы согласовали нам в 2009 году. Мы понизили её по договорённости о том, что будете платить низкую хотя бы цену. И низкую не платят, ноль. Вот в чём проблема. И в разговорах своих с нашими западными партнёрами, в том числе и с нашими партнёрами ФРГ, мы им сказали, и я сказал, «Хорошо, мы не настаиваем на немедленных платежах, мы понимаем трудности Украины, но мы просим вас вместе с нами включиться в эту работу, мы просим вас принять участие в спасении украинской экономики». Что мы, кстати, сейчас видим в Соединённых Штатах? Они обещали миллиард. Миллиард чего? Гарантии. Это не деньги. Это гарантии тем банкам, которые дадут деньги Украины. Где эти банки? Никого нет пока. Мы готовы ещё потерпеть. Мы будем терпеть месяц. Если и за месяц, за следующий месяц никаких платежей не будет, то мы в соответствии с контрактом перейдём на так называемую предоплату. Что это означает? Это означает, что Украина должна нам будет заплатить деньги за месяц вперёд какую-то сумму, и мы поставим им ровно столько, сколько они нам заплатят денег. Это очень тяжёлый способ расчётов. Он может привести к сбоям в транзите нашего газа европейским потребителям. Именно поэтому мы проявляем такую корпоративность, такую договороспособность и терпение. Владимир Владимирович, когда эта система вступит в действие? Я сказал, мы будем ещё месяц ждать. Мы можем это сделать сегодня. Но мы, я сказал, ещё месяц подождём. Прямо во время нашей прямой линии приходят новости из Европы. Вот стало известно о письме Борозу на ваше имя. В нём сообщается, что Еврокомиссар по энергетике свяжется с партнёрами в Российской Федерации на Украине для организации консультации по поставкам газа. И, насколько я понимаю, речь там также идёт о том, что безопасность поставок газа европейским потребителям Еврокомиссия отмечает, что это ответственность Газпрома отнюдь не Украина. Поставок – да, но транзиты – это Украина. И в контракте, о котором я упомянул, там как раз предусмотрены и поставки в саму Украину по известной формуле цены, о которой я уже сказал, и которая сегодня высчитывает эту цену как 485 долларов за тысячу кубов, и обеспечение транзита, беспрепятственного транзита в Европу, нашего газа. Но именно для того, чтобы гарантировать себя от подобных негативных явлений, мы и построили северный поток, то есть прямое снабжение наших европейских потребителей по газотранспортной системе, проходящей по дну Балтийского моря. Для этого мы собираемся строить и южный поток газотранспортной системы по дну Чёрного моря с выходом в Евросоюз. У нас на очереди Берлин, и в столице самой влиятельной страны Европы работает наш корреспондент Иван Благой. Но прежде чем я передам ему слово, я попросил бы вас вернуться к той самой речи, о которой мы говорили в самом начале, которая прозвучала перед подписанием договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Многие находились под большим впечатлением и сравнивали её с мюнхенской речью, даже говорили, что это лучшая речь, с которой вы выступали. Я хотел бы вас спросить, во-первых, почему это выступление состоялось, потому что протокол этого не предполагал, во-первых. И во-вторых, там был очень необычный такой формат. Вы обращались не к странам и правительствам, а к народам. Формат был выбран, исходя из значимости самого события, самой ситуации. Это неординарное событие в жизни нашего народа, нашей страны и нашей государственности. И поэтому я посчитал своим долгом обратиться к Федеральному собранию и к народу Российской Федерации в присутствии членов Государственной Думы и Совета Федерации. Это первое. Второе. Почему там звучало обращение к народам других стран, а не к правительствам? Ну, знаете, что современный мир, особенно западный мир, он очень монополизирован. И многие страны западного мира, они, это приятно или неприятно слышать, они добровольно отказались от значительной части своего суверенитета, в том числе это и результат блоковой политики. Нам с ними иногда очень сложно договариваться по вопросам геополитического характера, но сложно договариваться с людьми, которые даже дома разговаривают между собой шепотом, потому что боятся, что их американцы подслушивают. Это не фигура речи. Это не шутка. Это не фигура речи. Послушайте меня. Я серьёзно говорю. Это не шутка. Но, конечно, в вопросах экономики, по каким-то другим проблемам они являются для нас главными партнёрами. Но я обращался именно к народам этих стран, прежде всего, потому что простой человек и в Германии, и во Франции, и в Италии, он сразу чувствует фальшь или отсутствие таковое. Наша позиция абсолютно открытая и честная, она прозрачная. И поэтому донести эту позицию для рядовых граждан стран легче даже, чем для некоторых руководителей. И мне кажется, что это в известной степени нам удалось. А какое бы ни было правительство, в какой бы ни было стране, они всё равно должны считаться с мнением своих избирателей. Поэтому это было обращение именно к людям. Ну и теперь Берлин, столица одной из самых влиятельных стран Европы. Работает наш корреспондент Иван Благой. Добрый день. Насколько монолитен Запад в желании наказать Россию? Кто из Евросоюза выступает за международную изоляцию? Насколько она вообще возможна? И что, наконец, происходит на Украине? Ответы на эти вопросы накануне искали эксперты международного дискуссионного Валдайского клуба. Сейчас часть из них находится у нас в студии. И я их коротко представлю. Но первому я предоставлю слово Александру Рару. Он является членом консультационного совета Валдайского дискуссионного клуба. Господин Рар. Здравствуйте, в Москву. Здравствуйте, Владимир Владимирович из Берлина. Большой привет. Действительно, Валдайский клуб вчера заседал несколько часов. И многие члены Валдайского клуба, многие наши немецкие коллеги высказывали большую тревогу по поводу того, в какой Европе мы будем в будущем жить. Конечно, помимо того, что нужно совместными усилиями как-то стабилизировать Украину, которая на глазах разваливается. Там все-таки 45 миллионов человек живет. Общая забота. Но как вы, Владимир Владимирович, будете рассматривать будущее Европы через, может быть, так, 5 или 10 лет? Мы будем жить все-таки в Европе от Атлантики до Тихого океана? Или будем жить в двух Европах? Я помню, как вы выступили на Валдайском клубе в сентябре прошлого года, окрытивав Россию как некую другую Европу, русскую Европу, с другими ценностями, нежели постмодернистский Запад. Вот как это свести вместе и какую роль в помощи всей этой построения общей Европы может сыграть такая страна, как Германия? Вы знаете, Александр, во-первых, добрый день. Во-вторых, я хочу сказать, что в том, что я говорил на Валдае, нет никаких противоречий. Дело в том, что особенности России, они кардинальным, глубинным образом не отличаются от европейских ценностей. Мы все люди одной цивилизации. Да, мы все разные, у нас есть свои особенности, но глубинные ценности одинаковые. И мне кажется, нужно, безусловно, стремиться, я много раз об этом говорил и сказал уже сегодня, к тому, чтобы нам создавать Европу от Лиссабона до Владивостока. Если мы это сделаем, у нас есть шанс в будущем мире занять достойное место. Если мы пойдем по другому пути, если мы будем разделять Европу, европейские ценности, европейские народы, будем заниматься сепаратизмом, в широком смысле этого слова, то мы все будем малозначимыми, неинтересными игроками. И никакого влияния на мировое развитие и даже на свое собственное оказать не сможем. Берлин, пожалуйста, еще один вопрос от вас. Да, господин Петров, пожалуйста, ваш вопрос к президенту. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мой вопрос касается российско-американских отношений. В последнее время отношения между Россией и Соединенными Штатами упали до критического уровня. Средства массовой информации в США в один голос твердят о полном отсутствии доверия между лидерами США и России. Однако проблем в мире не убавилось. Их решение требует как раз более тесного сотрудничества между США и Россией. Поэтому мой вопрос. Как можно восстановить утраченное доверие? Какие конкретные шаги могли бы привести к тому, чтобы США и Россия стали не соперниками в решении общей мировой проблем, а реальными союзниками? Знаете, ответ простой. Я согласен с вами в том, что в значительной степени утрачено доверие. Но почему это происходит? Мы считаем, что здесь нет нашей вины. Почему? Потому что вот эти подходы, как мы говорим, с двойными стандартами, они нас разочаровывают всегда. Что получается? Что действовать так, как действуют Соединенные Штаты в Югославии, в Ираке, в Афганистане, в Ливии, в Соединенных Штатах можно. А защищать свои интересы России недозволено. Ведь я приводил пример Косово. Он настолько очевидный и понятный для самого рядового гражданина, который не занимается политикой. Нет. Все разворачивается совершенно в другую сторону. Нет никакой логики в этой позиции. Никакой абсолютно. Почему мы сейчас говорили, что я обращался к европейским и другим народам напрямую? Потому что рядовые граждане видят эту фальшь. Для того, чтобы доверие поднять, нужно учитывать интересы друг друга, говорить на одном языке, избавить международную политику от двойных стандартов и вранья. И больше уделить внимание и придать большее значение международному праву, а не той политике силы, о которой здесь уже мы говорили. Я надеюсь просто, что это будет возможным. И мы, безусловно, Россия наверняка, хочу вас заверить, будет к этому стремиться. — Помните, Владимир Владимирович, историю с кнопкой, которую Клинтон подарил, а Лаврову там перезагрузка хотел написать, получилась перегрузка. Ну вот, собственно, в итоге перегрузка все и закончилась. — Ну, вы знаете, дело не в том, что это вот закончилось сейчас в связи с Крымом. Я думаю, что это закончилось еще раньше. Это закончилось сразу же после событий в Ливии. Ведь тогда президент Медведев, Дмитрий Анатольевич, исполнил обязанности президента Российской Федерации, поддержал западных партнеров, поддержал резолюцию по Ливии. Но она о чем говорила? Она говорила о закрытии полетов боевой авиации правительства Ливии. А к чему это реально привело? К ударам по территории, к свержению самого Каддафи, к его убийству. Затем к убийству посла Соединенных Штатов и к развалу страны. Но вот отсюда и возникает недоверие. Вот на этом и закончилась тогда перегрузка. Но я еще раз хочу подчеркнуть, Россия заинтересована в развитии отношений с Соединенными Штатами и будет все делать для того, чтобы это доверие было восстановлено. — У нас есть возможность еще один вопрос из Берлина услышать. Иван, пожалуйста. — Да, Иван. — Господин Штир, теперь ваш вопрос, пожалуйста. — Добрый день, господин президент. Перед нашими глазами происходит не только переосмысление мироустройства, а переосмысление взглядов. Мы видим консервативный ренессанс в России. Во многих странах Европы набираются или традиционные взгляды. От Венгрии до Франции избирают избиратели тех политиков, которые, не огладываясь всегда на Брюссель, отстаивают национальные интересы своих государств. Этот подход не всегда понимают в Европе. Как вы думаете, на основе интересов можно будет выстраивать отношения, диалог между Россией и Европой? И вообще не боитесь того, что США на долгое время испортит отношения Россию с Европой? — Мы, во всяком случае, не стремимся к тому, чтобы испортить отношения России с Европой. Надеюсь, что это не ходит в планы наших европейских партнёров. Что касается переосмысления ценностей в европейских странах. Ну да, я думаю, что вы правы. Думаю, что мы наблюдаем такой процесс. Другое звичание приобретают так называемые консервативные ценности, о которых я тоже неоднократно говорил. И победа, скажем, Виктора Орбана в Венгрии, успех более крайних сил на выборах последних в Венгрии, успех Марии Липен во Франции, она получила третью позицию на муниципальных выборах. Нарастание вот этих тенденций в других странах, оно очевидным является, просто абсолютно очевидным. Это, мне кажется, связано со стремлением к повышению своего суверенитета, к пониманию того, что на национальном уровне некоторые вопросы, жизненно важные для граждан этих стран, можно решать более эффективно, чем на уровне Брюсселя. И вот это, но есть и понимание того, что и усилия надо объединять для решения каких-то общих задач. Но вот, тем не менее, какой-то процесс переосмысления идет. И надеюсь, что результат будет положительным. Что касается наших отношений с Европой, с западными странами, я уже говорил, здесь поднимался вопрос доверия. И, собственно говоря, вы сейчас тоже же об этом сказали. Знаете, это очень важно, это ключевой вопрос доверия и на межличностном уровне, и на межгосударственном. Но вот сейчас вот что мне в голову приходит. Вы знаете, вот сегодняшний генсек НАТО, господин Расмусс, он когда-то был премьер-министром Дании. Замечательная страна, прекрасные люди, у нас прекрасные отношения с Данией, до сих пор, во всяком случае, мы так считали, надеюсь, так и будет. На одной из встреч, когда он еще был премьер-министром Дании, он меня попросил об этой встрече, она не была запланирована, я согласился. Мы встретились, поговорили. Он, оказывается, взял с собой диктофон, тайно записал наш разговор, а потом опубликовал в прессе. Я не мог поверить своим ушам и глазам. Чушь какая-то, понимаете. Он объяснил это так, что записал этот разговор для истории. Ну, если записывать для истории, я польщен, конечно, но надо было бы хотя бы предупредить или хотя бы спосредить разрешение опубликовать эти переговоры. Ну, какое доверие может возникнуть после таких вот инцидентов? Вы понимаете, вот от межличностных отношений до межгосударственных отношения должны быть более стабильными, прозрачными и партнерскими. Продолжение следует... Продолжение следует...